Митинг памяти на месте героической гибели братьев Игнатовых прошел в поселке Баки Северского района. 10 октября 1942 года партизаны Евгений и Гений Игнатовы шагнули в бессмертие, пустив под откос вражеский эшелон. Сейчас на этом месте стоит памятник героям Советского Союза. И несколько раз в год к нему с цветами и венками приходят люди. Приходят, чтобы почтить память и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Наша святая обязанность помнить об этом, чтить память наших героев, благодарить сегодня же живых ветеранов. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Давайте беречь то, что нам подарили наши предки. Мир, безопасность, нашу великую страну и быть патриотами. Не только на какие-то праздники говорить какие-то громкие слова, а ежедневно, ежечасно, каждый на своем рабочем месте. Я желаю всем мира, благополучия, стабильности и чтобы наша страна всегда процветала. Подвиги своих героических земляков в Северском районе не забывают. Как помнят всех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной и ковал победу в тылу. И эта светлая память, передаваемая из поколения в поколение, не должна угаснуть в веках. Осталось 71 участник Великой Отечественной войны в нашем районе. Я обращаюсь к вам. Давайте мы соберем еще раз, пообщайтесь с ними. Это живые герои, это уходящая история. Давайте пообщаемся с участниками войны, пообщаемся с детьми, которые были свидетелями оккупации и освобождения Кубани. И к концу этого года постараемся издать книгу о веянославе и родной Кубань из воспоминаний живых свидетелей войны. В Великую Отечественную войну выстрадал и выиграл многонациональный советский народ. И помня об этом, венки и цветы кобелиску возложили глава Северского района Адам Джарим и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев, почетные гости администрации и ветеранских организаций города Краснодара и Тахтамукайского района Республики Адыгея, жители и ученики городских и сельских поселений. Это лучше всяких слов доказывает, что наш народ, как прежде, един, о памяти героях жива. Кирилл Колодкин, Андрей Вискушенко, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». С целью организации качественного медицинского обслуживания на этой неделе в Новодмитриевской амбулатории прошел прием пациентов краевыми и районными врачами. Жители смогли получить консультацию узких специалистов. Врач-невролог и врач-эндокринолог были приглашены из краевой клинической больницы номер один. Врач-кардиолог и врач-офтальмолог приехали из Северской районной больницы. Этот приезд узких специалистов позволил местным жителям получить помощь на месте, не выезжая за пределы поселения. Людей, пришедших на прием, оказалось немало. Статное мероприятие, которое мы проводим в течение года, постоянно. Этим, конечно, мы сокращаем количество очередей. Например, у краевых специалистов, которым записывается через интернет, очередь растет. Это, безусловно, сокращает количество очередей. Плюс мы приняли своих очень много специалистов, у которых уже нет необходимости ехать в краю. Остались довольны и пришедшие на прием пациенты. В случае необходимости сельчане получали направление на дообследование или госпитализацию в краевые медучреждения, где им предоставят специализированную медицинскую помощь. Почти два месяца стояла на очереди, чтобы попасть к специалисту. А тут я позвонила, вот тут, как раз говорят, приедут. Качество приема очень хорошее. Хорошо все расспросила, проверила. Все врач, очень мне понравилось. Выезды в село специалистов краевых и районных поликлиник достаточно эффективны. И эта результативность будет только усиливаться. Глава района и первый заместитель главы Марина Наумейко лично осуществили контроль за качеством проведения приема жителей. Также представители районной власти и руководитель центральной районной больницы Маноли Сананников еще раз проговорили о возможности проведения косметического ремонта второго этажа Новодмитриевской амбулатории. Когда мы находимся в Новодмитриевской амбулатории, что хочется сказать насчет нее? В прошлом году мы с силами спонсорских помощи администрации сельской ЦРБ отремонтировали первый этаж. Замена окон, напольного покрытия стен. Сделали по максимуму все, что можно было сделать. Сейчас он выглядит, вы видите, нормально, красиво. И люди получают не только лечение качественно, но и в хороших условиях. В планах в этот год стоит отремонтировать второй этаж, потому что он находится, скажем так, в плохом состоянии. Мы должны заменить напольное покрытие, двери. Как я уже сказал, люди должны не только получать лечение, но и в комфортных условиях лечиться. Близится посевная кампания 2018. Аграриев ждет битва за урожай, а сотрудников отдела миграции ОМВД по Северскому району наплыв граждан из ближнего и дальнего зарубежья, желающих заработать на полях и теплицах. По существующему законодательству все граждане, пребывающие в России для работы, должны пройти ряд регистрационных процедур. В прошлом году за пределы Российской Федерации с территории Северского района за нарушение правил оформления трудовых документов были выдворены 42 гражданина других государств. Чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов, в отделе МВД по Северскому району прошел круглый стол. Иностранные граждане, въезжающие на территорию Российской Федерации, обязаны зарегистрироваться, то есть встать на миграционный учет. Иностранные граждане могут находиться на территории Российской Федерации без привлечения к административной ответственности 90 дней, из каждых 180 суммарно. Позаботиться о соблюдении законности должна и принимающая сторона. Работодатель, нанимающий на работу иностранного гражданина, обязан подготовить необходимый пакет документов. В первую очередь это патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание, вид на жительство, временное убежище. Граждане, входящие в ЕС, это Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия, они могут осуществлять на территории Российской Федерации трудовую деятельность по договорам. Также руководитель предприятия должен в течение трех дней сообщить в отдел по вопросу миграции о том, что он взял на работу иностранного гражданина. Если этого не сделать, то нарушителю, независимо от формы организации, грозит солидный штраф. Зональный этап первенства Краснодарского края по волейболу стартовал в спорткомплексе поселка Афибский. Девять сильнейших женских команд края 2002-2003 годов рождения поборются за звание лучших. В своей первой игре сборная Северского района уступила команде из Крымского муниципалитета. Но уже в следующей встрече с командой Абинского района наши спортсменки одержали победу со счетом 3-2. Теперь юных волейболисток ждет встреча со сборной Василковского района. Наша задача сборной Северского района как минимум стать вторыми, третьими в этих соревнованиях и обеспечить себе соревнования финальных на финале. Очень бы хотелось, чтобы призовые места, хотя бы в тройку призовых мест не попали, потому что команды съедутся наистильнейшие со всего края. Завершится санальный этап соревнований 3 февраля. Финал краевого первенства пройдет осенью в спорткомплексе поселка Афибский, где четыре сильнейшие команды края будут бороться за звание чемпионов. В жизни всегда есть место подвигу. Круглый стол на эту тему прошел в Центре развития творчества детей и юношества Станицы Северской. Считаете ли вы себя патриотом, готовы посвятить жизнь процветанию Родины и какие поступки можно назвать по-настоящему патриотическими? На эти простые и одновременно сложные вопросы предлагалось ответить лидерам утинического самоуправления из 22 школ района. И каждый из ребят видит в этом что-то свое, особенное, неповторимое, но обязательно объединяющее всех нас. Быть патриотом стоит даже захотеть надо осуществить. Это посещение классных часов, это митинги в Киеве, возложение цветов на памятник, это вспоминания о прошлом, это взгляды на будущее глазами детей. Мы считаем для того, чтобы быть настоящим патриотом, мало того, что надо защищать страну, но нужно помнить все подвиги, которые сделали наши деды и прадеды. Нужно помнить нашу историю, ее очень счастливы. Мы готовы посвятить свою жизнь процветанию страны. Воспитание достойного гражданина своей Родины – одна из главных целей месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В Северском центре творчества на протяжении всего учебного года ищут и внедряют новые формы, интересные современному поколению патриотов. Это уникальная площадка. Мы, во-первых, находимся в центре нашей страны, в районном центре. Мы можем собирать здесь ребят из всех наших образовательных организаций нашего района. Сейчас стартовал месячник. В нашем центре творчества проводится много мероприятий, и огромное количество этих мероприятий вносит в общерайонные. Свою работу мы видим в том, чтобы помочь нашим ребятам раскрыть свои лидерские качества. Безразличие и равнодушие стали бичом нашего времени. Борьба с ними – это тоже патриотический поступок, наравне со спасением жизни и помощью нуждающимся. Об этом также говорили на встрече взрослые и дети. Если нужна помощь, просто помогать, быть отзывчивым, не быть каким-то там закрытым, цахнутым в себе. Быть обычным человеком, который добрым, помочь людям. По роду своей деятельности мне приходится участвовать во многих мероприятиях, помогать многим людям – бабушкам, молодежи. Каждый из нас может быть патриотом на своем месте, делать то, что от него ждут, и то, чего не ожидают. Помочь близкому, протянуть руку, оказаться там, где больше всего нужна помощь и поддержка. Все это наполняет красивое слово «патриотизм» истинным смыслом дел и поступков. В этом и заключается подвиг жизни каждого человека. Кирилл Колодкин, Андрей Вискушенко, телерадиокомпания «Атаман». Торжественное возложение цветов к памятнику героя Советского Союза Семена Соболева состоялось в станице Северской. Почтить память героя войны пришел глава Северского района Адам Джарим, депутаты законодательного собрания Андрей Куимжиев и Сергей Орленко, представители казачества, духовенства и школьники станицы Северской. Память о подвигах героев бережно хранят потомки. Преисполненные гордостью за своего земляка и за отечество, люди не жалеют слова благодарности. Не задумываясь ни о чем, он отдал свою жизнь. Отдал свою жизнь и тем самым прославил Кубань, нашу страну, и маленькую станицу Степановска. Навечно вписано его имя в летопись тех лет. И сегодня мы ему низко кланяемся и говорим спасибо за мирное небо, за то, что мы сегодня имеем право жить в мире в согласии и взаимопонимании. Сегодня имя героя увековечено не только в камне. В ходе поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» за мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант Семен Соболев был удостоен почетного титула «Имя Северского района» по маршруту «Боевое имя Кубани». Каждый, кто пережил те страшные военные годы, совершил свой личный подвиг. И наша задача как потомков – пронести знания об этом подвиге через года для будущих поколений, чтобы жизни, отданные за нашу страну, никогда не были забыты. Настоящим подарком для детей и их родителей стало открытие дошкольного отделения в школе номер 23 Станицы Калужской, которое состоялось 2 февраля 2018 года. Открытие состоялось в рамках федеральной программы по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях. Поэтому без преувеличения можно сказать, что это событие имеет государственную важность. 60 дошколят будут посещать новые, просторные, оборудованные по современным требованиям группы. Отрадно, что и коллектив детского сада молодой и энергичный. С таким знаменательным событием малышей и родителей поздравили глава района Адам Джарим, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куимжиев и глава Калужского сельского поселения Гульфия Иванченко. Надо отдавать самое дорогое нашим детям. Пусть у них будет все, чего у нас не было. Пусть они будут самые счастливые, самые радостные. Я уверен, что в этих стенах их ждут любовь, взаимопонимание, хорошее отношение со стороны воспитателей. В торжественной обстановке с почетными гостями была перерезана красная ленточка. И еще одно дошкольно-образовательное учреждение официально начало свою работу. Поздравить маленьких хозяев, их родителей и новый коллектив детского сада с открытием прибыли и герои сказок – Буратино и Мальвина. Ребята вместе с героями играли в разные игры, танцевали, веселились. Сегодня мы работаем на будущее, а будущее – это наши дети. И пусть эти маленькие звездочки с радостью будут приходить в наш детский сад. Немало труда и забот у строителей и педагогов потребовало долгожданное открытие. Но тем ярче улыбки малышей и благодарность родителей. Мы безгранично благодарны Адаму Шахметовичу, естественно, Марине Владимировне, Любовь Владимировне, всем нашим руководителям, муниципальному совету, всем людям, которые приложили максимум души, усилий для того, чтобы у наших деток наконец-то появился полноценный детский сад. Для нашей станицы это огромное событие. Можно сказать, городообразующее предприятие, у нас школа и детский сад. Действительно, это огромное событие для нашей станицы, это сказка для наших детей. Они с огромным желанием будут сюда приходить каждый раз, я в этом просто уверена, потому что у нас прекрасные воспитатели, у нас прекрасная здесь обстановка, обстановка любви, тепла и счастья. Сегодня в честь годовщины победы в Сталинградской битве в Доме культуры Станицы Северской состоялся показ театральной постановки «Память». Студенты Краснодарского краевого колледжа культуры представили литературно-музыкальный спектакль, в основу которого легли письма и воспоминания фронтовиков, стихи и песни военных лет. Мне все снятся в военной поры пустыри, где судьба нашей юности света. И летят снегири, и летят снегири, через память мою до рассвета. О тяготых и ужасах того времени и о той цене, которую пришлось заплатить за победу, юным зрителям рассказали студенты 3-го и 4-го курсов направления театральное творчество. Однако, по словам самого режиссера, постановка не только о войне. Там тогда были простые люди, как сегодня, как каждый из нас, но обстоятельства были другие. Их вера, вера в людей, в друга, в светлое будущее, в свою страну. Вот об этом. Отдельные фрагменты спектакля уже были представлены зрителям ранее, но полная версия постановки увидела свет только сейчас. Рассказ о людях того времени, наполненный самыми разными эмоциями и переживаниями, дарит зрителям возможность прикоснуться к живой истории. И, конечно же, дает пищу для размышления. Данил Беспалов, Андрей Вискушенко, телерадиокомпания «Атаман». Открытая сессия Совета Афибского городского поселения состоялась в местном Доме культуры. В работе сессии участвовали глава района Адам Джарим, заместитель председателя районного совета Руслан Ремпель. Вел сессию председатель Совета Афибского городского поселения Николай Узунов. С отчетом о проделанной работе администрации за последние 10 лет перед афибчанами выступил глава Юрий Коваленко. Но прежде чем Юрий Антонович рассказал о работе администрации, присутствующим на большом экране был показан содержательный фильм о том, что сделано за минувший год. Значительные результаты достигнуты благодаря слаженной работе команды органов местного самоуправления Афибского поселения. Развитие экономики за 10 лет позволило увеличить доходы местного бюджета. Рассказал глава и о организации тепло, газо-электро- и водоснабжения в поселке. О сокращении уровня безработицы при увеличении численности населения. О содержании и строительстве автомобильных дорог, о развитии сети тротуаров, о капитальном ремонте учреждения культуры, о выработанной системе сбора и вывоза мусора, о планомерных мероприятиях по созданию зеленых зон, что позволило обеспечить наиболее благоприятные условия жизни, труда и отдыха людей и о решении многих других насущных вопросов. Традиционно Юрий Коваленко остановился на основных перспективах деятельности администрации в 2018 году. В 2018 году планируем продолжить мероприятия, начатые в рамках года экологии. Это благоустройство парка поселка Капибского. Проведем работы по устройству новых детских спортивно-игровых площадок, устройства сквера во дворе дома по улице 50 лет октября 26 и Пушкина 111. Особое внимание в текущем году уделим ремонту доросты гранимно-песчаным покрытием, обеспечив отток воды с дорожного полотна. Прошедший год богат на события, которые нам удалось осуществить. Четко прослеживается исполнение долгосрочных планов, которые мы либо уже выполнили, или собираемся завершить ближайшие два года. Убежден, что это только начало того огромного пути, направленного на процветание нашего любимого поселка Афибского. Особое внимание Юрий Коваленко обратил на то, что в целом на уборку мусора, замену испорченных дорожных знаков, фонарей, скамеек, урн, детских качелей, спортивных площадок и так далее, в год тратятся значительные денежные средства. Эти средства можно было использовать на другие нужные дела. В заключении выступления Юрий Коваленко подчеркнул, вся деятельность главы поселения, администрации, депутатского корпуса, направлена на достижение главной стратегической цели, повышению благосостояния и качества жизни граждан нашего поселка. Перед собравшимися выступили депутаты Совета Афибского городского поселения, которые дали положительную оценку работы главы и администрации за отчетный период. Затем жители задали вопросы. Людей волнуют проблемы водозабора, асфальтирование дорог, сроки работ по очистке старого кладбища, судьба саморазрушающегося здания в центре городка нефтяников и обустройство тротуаров на улицах. Юрий Коваленко ответил на все вопросы земляков. По грязной воде, три года подряд, бросы грязной воды в наш новый коллектор. Я вам хочу сказать, что уже света есть, деньги есть, мы начнем делать вам эту работу. В поселении проводится множество культурно-массовых мероприятий, и в этом немалая заслуга работников культуры. Особая благодарность и признательность в адрес районной и местной власти прозвучала от работников музыкальной школы. Выразить глубокую благодарность главе района Адаму Шахметовичу Джериму, главе поселкового нашего совета Юрию Антоновичу Коваленко за оказыванную помощь нашей музыкальной школе. Вот здесь в зале сидят родители, дети, родители, дедушки, бабушки, детей, которые ходят в музыкальную школу, которые не ходят, но все заинтересованы в развитии наших детей. Подводя итоги сессии, глава района Адам Джерим похвалил Юлия Коваленко и его команду за хорошую работу, а также обратился к жителям. Юрий Антонович один из лучших глав северского района, глав поселений. От вашего лица и от своего лица хочу поблагодарить Юрия Антоновича, что он на себя взял обязанность в этом году за счет своего бюджета построить модульный садик на 80 мест. Жизнь диктует новые проблемы, которые надо решать совместно. О проведении сессии в других поселениях мы расскажем в следующих выпусках. В понедельник в администрации района прошло еженедельное рабочее совещание. Собравшиеся руководители района заслушали информацию о работе с населением по выдаче градостроительных планов земельных участков, выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Теперь это можно сделать в многофункциональных центрах и на портале государственных услуг. Присутствующие выслушали анализ заработной платы работников учреждений культуры. Мониторинг по итогам 2017 года показывает, что сейчас она составляет более 96% по отношению к средней краевой зарплате по отрасли. Чистая работа – еще одна тема, которая всегда находится на личном контроле главы района. Что сделано для поддержания порядка, отчитались главы Ильского, Черноморского, Азовского и Северского поселений. В городских и сельских поселениях Северского района продолжаются открытые сессии советов. Очередная сессия прошла в станице Азовской. Глава поселения Алексей Подобный подробно отчитался о проделанной работе в прошедшем году и рассказал о планах работы администрации поселения в 2018 году. Все эти дела будем мы решать вместе. И самое главное, я хочу сказать, что только при серьезном взаимодействии населения и квартальных депутатов и администрации возможно то, что в 131-м федеральном законе называется местным самоуправлением. Очень надеемся на помощь Станичниковой, на решение вопросов чистоты, порядка и покосов. Депутаты совета оказывают главе поселения всестороннюю поддержку в решении насущных вопросов. Это газификация станицы Убинской, ремонт дорог и тротуаров, замена уличного освещения и система водоснабжения, поддержка молодежной политики, культуры, спорта, общественных и религиозных организаций. Но есть в поселении, по мнению жителей, и ряд проблем общего и частного порядка. Это низкое давление газа по улице Октябрьской, перепады напряжения и перебои со светом в двух домах по улице Матросова. Этими вопросами в ближайшее время займутся специалисты. На просьбу о расширении детского сада ответила заместитель главы района по социальным вопросам. В прошлом году, позапрошлом году мы построили модуль на сегодняшний день, пока среднего района не выделили. Своим бюджетом мы это строительство не сможем пока. Проблема, которую создают в первую очередь сами отдыхающие, и решать ее нужно сообща. Так Алексей Подобный ответил на вопрос о поддержании чистоты в местах отдыха жителей и гостей на природе. В целом, жители и депутаты поселения оценили работу главы удовлетворительно и выразили благодарность за проделанную в 2017 году работу. Только благодаря совместным действиям всех организаций в нашем поселении возможно такая высокая оценка нашей работы, наших подразделений. Смог создать из депутатов команду единомышленников, из казаков, из своей администрации. У него замечательный санк, который подставляет свое плечо в любое время суток. Его команда, девчонки, которые работают, вот знаете, не за рубль, который платят, а за совесть и за то, что они не хотят подвести своего главу. И это очень важно. Потому что один поле не воин, как известно. Алексей Анатольевич, спасибо вам за готовность быть. Всегда на связи. Мы спокойно живем. Потому что бывает и река наша буянит, и бывает с водой проблемы, и бывает горит у нас посадка. Вот последний раз, два раза загоралась напротив интерната. Я не успел добежать, а Алышев уже был там и лопатой тушил. Потом я подбежал, с замами начали все это делать. Такая оперативность не во всех администрациях. В Азовском сельском поселении, как и в районе в целом, предстоит еще многое сделать. И эта работа ведется уже сейчас. Очень важно для меня, как для главы района, когда на такие сходы приходят люди, говорят о своих проблемах, дают оценку действующей власти. Доверие должно быть к власти. Уважение должно быть к людям, с которыми мы работаем. Сегодня я в этом кресле. Завтра придет другой человек. Послезавтра третий придет человек. Но народ-то остается, люди остаются. Проблемы нерешенные, они остаются. Поэтому нужно успеть за этот короткий промежуток времени, который нам доверили люди, сделать очень много добрых дел. Кирилл Колодкин, Андрей Вискушенко, Алексей Концисвитний. Телерадиокомпания «Атаман». В Станицыно-Водмитриевской состоялась открытая сессия Совета поселения. В повестке дня – отчет главы поселения о деятельности администрации за прошлый год. В мероприятии приняли участие глава района Адам Джарим, председатель Совета муниципального образования Северский район Василий Папандопол, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев, а также начальники различных управлений и служб. О проделанной работе за 2017 год и планах на 2018-й рассказала глава поселения Елена Шамраева. В этом году нам необходимо решить вопросы замены опоры электропередач по улицам Первомайской, Красной, Ломоносова, Лермонтово, ремонт воинского захоронения на футере Шуваев, ремонт асфальтового покрытия улиц Ломоносова, Красной, Горького. Из поручений 2016 года необходимо выполнить следующее – провести подключение уличного освещения стадиона, отсыпать Чебнем улицу для многодетных семей на хуторе Азис, решить вопрос газификации нового микрорайона. Отдельно стоит отметить и решенный вопрос по выделению 18 земельных участков, которые получили многодетные семьи. К этим участкам нарезается дорога. Также нарезана и отгрейдирована дорога к участкам для многодетных семей в хуторе Азис. Что касается благоустройства других дорог, то за год было отсыпано 12 улиц. Помимо этого, на территории Новодмитриевского поселения были установлены указатели улиц от центральных к примыкающим. Сегодня продолжается ремонт центральных улиц Станицы Новодмитриевской, а также активно ведется чистка ерека вдоль местных дорог. На сессии жители Новодмитриевской активно озвучивали острые и наболевшие вопросы. Их немало. Это и качество воды, и ее отсутствие. Недовольны сельчане дорогами. Они или плохо отсыпаны, или вовсе отсутствуют. Спрашивали также о возможности ремонта моста, об установке дополнительных остановок. Просили возобновить автобусное сообщение на торгово-развлекательный центр «Мега» и наладить работу сберкассы. Поддержка главы поселения. Моральная поддержка с вашей стороны, она очень важна. Хрупкая женщина. Если у нее пропадет настроение, поднимите руки. Желающие есть стать главой поселения? Желающих нет. Очередь не стоит. Она у нас сильная. Поэтому я знаю, что она сильная. А если еще вы поддержите морально, а мы материально, еще сильнее станет. Так или нет? Поэтому она сейчас очень старается. Я эти старания вижу. И очень важна ваша поддержка. Я, как говорил, когда сидел, можно обхарить кого угодно. Махнуть рукой, сказать, что все плохо. Она встанет, развернется и уйдет. Все. Поэтому даю слово, что в ближайшие пять лет никого мы менять не будем. А будем помогать. Помогать, помогать и помогать. На минувшей неделе в поселке Ильском состоялась открытая сессия Совета городского поселения, на котором глава поселения Николай Головко отчитался о результатах своей деятельности за 2017 год. В мероприятии приняли участие глава района Адам Джарим, председатель районного совета Василий Папандополо, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, заместители главы, руководители различных структур и жители поселения. Выступая перед аудиторией, глава Ильского поселения Николай Головко затронул вопросы благоустройства поселения, организацию теплогаза, электро- и водоснабжения, содержание и средства дорог, обеспечение услугами торговли, бытового обслуживания, организацию досуга, развития физической культуры и спорта и многое другое, что дает представление о качестве жизни населения. Он рассказал о работе Ильской единой службы, наведении санитарного порядка, о зеленении, вывозе твердых бытовых отходов и поделился с ильчанами планами на текущий год. Мы планируем, что в 2018 году начнется строительство на стадионе юность универсального спортивного комплекса. Мы вступили в краевую программу на ремонт зрительного зала Ильского дома культуры и постепенно будем обустраивать тротуары освещения на улице. В заключении своего отчета глава поселения поблагодарил за понимание и помощь в работе главу района и Совет муниципального образования, депутатов Законодательного собрания Казарского края и руководителей предприятий. Слово предоставили ильчанам. Обсудили жители вопросы медицинского обслуживания в поселке. Волнуют граждан отсутствие врача-стоматолога в поликлинике. Главный врач Манолис Ананников пообещал решить этот вопрос в ближайшее время. Проблем в поселке Ильском хватает, но все же большинство жителей благодарили администрацию поселения за отзывчивость и оперативность в решении острых проблем. Работу администрации его главы Николая Викторовича признали удовлетворительной, в высокой степени эффективной, многогранной и выражает глубокую благодарность им дает. Ваш адрес именно благодарственные слова, потому что и учащиеся, и родители, и учителя каждый день поднимаются в школу на уроки по тем ступенькам, которые мы и с вами сделали, потому что именно вы выделили средства денежные для того, чтобы это произошло в нашем образовательном учреждении. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев поблагодарил главу поселения за слаженную работу, как с жителями, так и с владельцами частного бизнеса. Помогать бизнес будет там, где существует хороший контакт с властью, там, где власть не отстраняется от проблем, которые есть у каждого, они есть не только у жителей, у бизнеса тоже много проблем, а находится в текстном контакте, находит общий язык, тогда все с удовольствием несут не только те обязанности, которые положены по закону, не только несут налоговое время, но и всегда готовы выполнять все социальные функции. Завершая открытую сессию, Адам Джарим обратил внимание на то, что жители Ильского поселения на встречах задают все меньше вопросов, что говорит о хорошей работе Николая Головко, и отметил, что необходимо продолжить социально-экономическое развитие поселения. В каждом населенном пункте есть задачи, требующие скорейшего исполнения. С целью решения актуальных проблем в Львовском сельском поселении в здании местного Дома культуры состоялась очередная сессия совета с участием главы района Адама Джарима, депутата Законодательного собрания Краснодарского края Андрея Куимжиева, заместителей главы администрации, главы львовского сельского поселения Александра Усатова, а также специалистов районной и местной администрации. По традиции, встреча с жителями началась с отчета главы поселения о проделанной работе за прошедший год. В докладе Александр Усатый отметил, что активно ведется колоссальная работа по очистке территории всего поселения. Это и ликвидация свалок, сбор и вывоз мусора с территории кладбищ, прочистка ливневок, косметический ремонт памятников в хуторе Стефановском и Новоивановском. В 2017 году выполнены работы по обновлению пешеходных переходов, устройстве автостоянки вдоль местной поликлиники, установке дорожных ограждений, обновлено асфальтовое покрытие на одной из улиц. Полностью проведена замена ламп уличного освещения на энергосберегающие. Особое внимание уделено водоснабжению. В 2017 году произведена замена водопроводных труб протяженностью 3 километра. Заменена водонапорная башня в хуторе Новоивановском. В данной работе активное участие принял и Львовский водоканал, который своими силами произвел замену насосного оборудования, колодцев, гидрантов и электропроводов. В ряд первоочередных задач вошли развитие культурной и спортивной жизни населения, патриотического воспитания подрастающего поколения. Особая гордость – музейная комната Львовского дома культуры. Здесь проведено более 200 мероприятий для детей, молодежи и взрослых жителей. Для учреждения приобретены кресла, звукоусилительное и сценическое световое оборудование. Подводя итоги доклада, глава поселения подчеркнул совместную эффективную работу с территориальными общественными самоуправлениями и озвучил перспективы на 2018 год. В плане работы на 2018 год – это укладка асфальтного покрытия по улице Юбилейной села Львовского, ремонт дорог с гравийным покрытием, замена и ремонт игрового оборудования в детских площадках, завершить установку нового трансформатора по станции по улице Ворошилова, городок ПМК. Председатель Совета Львовского сельского поселения Роман Ивашенко рассказал о планах и задачах депутатского корпуса. Цель работы Совета Львовского сельского поселения – это рост благосостояния жителей нашего поселения. И от того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях местной власти, во многом будет зависеть успешное выполнение поставленных задач. Начальник Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края управления ветеринарией Северского района Григорий Сокол проинформировал собравшихся о заболеваниях домашнего хозяйства и соблюдении необходимых мер профилактики. Убедительная просьба в случае возникновения заболеваний либо павших животных, птиц, незамедлительно обращайтесь в ветеринарную службу для принятия мер по существу, потому что легче нам на месте разобраться, локализовать те опасные заболевания, которые у нас сегодня есть. После выступлений представители администрации слово передали жителям. Основные вопросы, с которыми обращались пришедшие сельчане – это реорганизация административного здания для проведения культурных занятий и мероприятий, перебои с электроснабжением, проблемы с движением общественного транспорта, подвоза детей из хуторов на дополнительные занятия, отсутствие льготной аптеки, открытие дневного стационара, отсутствие стабильности в работе кассы, банкомата, установка дополнительных рекламных счетов и обустройство тротуаров. Для рассмотрения особо острого вопроса с песчаным карьером глава объявила о создании межведомственной комиссии для принятия дальнейшего решения. Работы в этом месте повлекли за собой жалобы жителей на просадку грунта, отсутствие воды в колодцах и скважине, появление трещин в домовладениях, а машины, перевозящие песок, разбивают местные дороги. По данной проблеме подробно пояснил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев. Официально карьера около хутора Стефановской не существует. Разорвутка грунтов берега Кубани ведется в соответствии с программой по расчистке его русла, которая утверждена. Но это так, если по документам судить. Когда вы писали обращение, помните, мы с вами занимались, когда приостанавливали работу этого карьера, значит, все заключения, которые были получены, ну я уж не знаю, как они там делаются, я же вам тогда рассказывал, чтобы заказать экспертизу самим, то есть какую-то, я спорю деятельность в судебном порядке, мы с вами говорили, какие для этого нужны деньги. Все экспертизы, которые там проходят, показывают, что никакой деятельности нет, программа осуществляется. Это не карьера, это на самом деле благое дело по расчистке русла реки Кубань. Продуктивная встреча помогла наметить пути решения многих проблем жителей и определить будущую программу развития поселения. Глава района Адам Джарим все пожелания и проблемы жителей взял под личный контроль и обещал разобраться с ними в скором времени. Разительные перемены произошли в поселении, об этом и Андрей Исаев сказал. То, что было даже в прошлом году, позапрошлом, пять лет тому назад, совсем другая картина сегодня. Вы согласны со мной или нет? Открытая сессия Совета Смоленского сельского поселения состоялась в среду, 31 января, в Доме культуры «Автомобилист». На собрании присутствовали глава района Адам Джарим, глава Смоленского сельского поселения Сергей Безуглов, заместители главы района, депутаты, а также руководители предприятий и учреждений района и жителей поселения. Глава Смоленского сельского поселения Сергей Безуглов рассказал, что было сделано местной администрацией в 2017 году и отметил, жизненную необходимость таких отчетов поскольку на них наглядно видно не только то, что уже сделано, но главное, что необходимо сделать. В населенных пунктах поселения, а их четыре, в течение 2017 года проводились ежедневные работы по их благоустройству. Это грядирование, отсыпка улиц, ремонт подвесного моста через реку Афипс, установка дорожных знаков, ремонт уличного освещения, обустройство тротуаров и закладка аллеи в районе памятника воинам Великой Отечественной войны. В Смоленском поселении развита деятельность крупных личных подсобных хозяйств. На территории поселения осуществляется деятельность более 10 крупных личных подсобных хозяйств. Данное хозяйство специализируется на откорме и воспроизводстве крупного и мелкого рогатого скота, а также занимается тепличным хозяйством и виноградусом. Малым в формах хозяйственной оказывается конструктивная помощь и помощь в прохождении обучения. Озвучил глава и основные мероприятия по наведению санитарного порядка в поселении, по развитию культурной и спортивной жизни. В конце доклада Сергей Петрович поблагодарил жителей за поддержку и помощь в благоустройстве поселения. В нашей станице становится все чище и краше. Это благодаря заслугам жителей нашего поселения, которые небезразличны облик родного поселения. На заседании выступил начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Алексей Васильев. Он напомнил жителям о правилах поведения при возникновении ситуации техногенного и природного характера. Уважаемые жители, необходимо знать и уметь применять первоочередные навыки при действиях, случаях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Не паникуйте и не поддавайтесь панике. По возможности немедленно звоните по телефону 01 или сотового телефона 101. При своем сообщении сохраняйте спокойствие, выдержку. Старайтесь говорить коротко и понятнее. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. Лед на водоемах – зона повышенного риска. Помните, несоблюдение правил может привести к трагедии. После докладов слово передали жителям. Вопросы, задаваемые из зала, касались благоустройства всех населенных пунктов смоленского поселения. Люди не хотят на данный момент сами решать. Глава выделил трактор, нарезали канавы. Каждый человек должен выйти, почистить эту трубу. Элементарные вещи возле двора покосить, сделать какую-то уборку мы не можем. Мы бежим в станицу, в администрацию, чтобы нам это сделали. Просьба ко всем. Давайте заниматься тоже этими вопросами, помогать нам в этом благоустройстве и в различных вопросах общества. Подводя итоги, глава района Адам Джарим поручил уделить в 2018 году должное внимание работе жилищно-коммунального хозяйства, ремонту и отсыпке дорог в поселении. Глава работает только 4 месяца. За 4 месяца подводить какие-то итоги рановато. Но по моим наблюдениям, то, что он доступен, то, что он отзывчивый, то, что он вникает в проблемы поселения, всегда встречается с людьми, общается, помогает. Это уже большой плюс. Есть проблемы и по водоснабжению, есть проблемы и по электроснабжению. То есть возьмите все это на контроль, вот то, что было озвучено, чтобы эти вопросы уже на следующем собрании не поднимались. Мероприятие закончилось награждением руководителей предприятий и учреждений благодарственными письмами за плодотворное сотрудничество, неоценимую помощь и поддержку в совместной работе.